Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий на телеканале Видное ТВ. С 19 по 25 февраля контролировать свои денежные расходы необходимо тельцам, стрельцам, весам и рыбам, а быть осторожнее при раздаче обещаний львам и ракам. Более подробно о прогнозе астрологов на эту неделю расскажем прямо сейчас. С 20 февраля свои дни рождения отмечают люди, родившиеся под знаком зодиака рыбы. Рыбы замыкают зодиакальный круг и, как говорят астрологи, являются зеркалом всех остальных знаков, отражая многие их черты. Лучше всего рыбы реализовывают себя в роли музыкантов, артистов, учителей и представителей творческих профессий. Это самый загадочный знак зодиака, так как находится под управлением планеты Нептун, покровителя мистики и эмоций. Более подробно о созвездии расскажет астролог Енина Палашова. Рыбы Под созвездием Рыбы люди рождаются с 19 февраля по 20 марта. Их управляющий планеты Юпитер и Нептун. Удачу приносит лунный камень. Представители знака творческие, чувствительные и аристократичные. Во многом этому способствует их стихия вода. Реализуют себя в живописи и музыке. Их увлекает мистические учения и духовный поиск смысла жизни. Рыбы, прирожденные психологи и экстрасенсы, отлично манипулируют окружающими. Склонность к лене, актерские способности и стремление к риску часто делают их авантюристами. Это мудрые и восприимчивые люди, отзывчивость которых часто приводит к общению с манипуляторами. Хорошо развитая от природы интуиция позволяет рыбам приспособиться к любому общественному порядку. Быть своими в любой среде и находить лучшие выходы из затруднительных положений. А также устанавливать деловые связи с неизменной выгодой для себя. Овны погрузятся в сферу романтики отношений, но стоит отметить следующее. Излишняя инициатива вряд ли принесет вам долгосрочные положительные результаты. Представителям огненного знака желательно соблюдать некоторый нейтралитет в общении со своими поклонниками. Поощрять самых достойных, меньше попадать под влияние яркой внешности или широких жестов, за которыми вряд ли окажутся настоящие чувства. Профессиональная сфера потребует от овнов некоторые скурпулезности и внимания к мелочам. Для тельцов это неделя прекрасных возможностей. Это будет касаться не только перспектив на работе, но и улучшения качества самой жизни в целом. Представители знака могут изменить режим дня, увеличить физические нагрузки, сделать выбор в пользу более здоровой и полезной пищи. Финансовая сфера будет стабильной, опасаться нужно лишь расходов под влиянием минутных эмоций во второй половине недели. У близнецов неделя будет достаточно спокойной и расслабленной, но это не отменяет командировок по рабочим вопросам. Настроение обещает быть непривычно для вас стабильным, эмоциональный фон ровным, а отношения с окружающими – конструктивными. Хорошие финансовые перспективы могут появиться к середине недели и позволят потратить незапланированные суммы на свои собственные удовольствия. Романтическая часть жизни обещает быть интересной у одиноких представителей воздушного знака, а уже состоящие в отношениях близнецы могут столкнуться с непониманием со стороны своих партнеров. Раки будут заняты сугубо материальными делами. Профессиональная сфера потребует много времени и сил, заставляя работать даже выходные. Впрочем, поддержка со стороны близких и родных людей поможет с успехом преодолеть все трудности. Финансовое положение будет стабильным. Гармония и счастье приходят в личную жизнь львов вместе с Венерой, богиней любви и красоты. Вы сможете наладить свои текущие отношения или завести новые. Дружелюбие, открытость в ближайшие семь дней привлекут к вам людей, и круг общения значительно расширится. Дзевы получат прекрасную возможность изменить свою привычную жизнь, внести в нее нечто новое и перестроить существующий ритм. Рекомендуется сделать акцент на физической активности, которая, помимо всего прочего, принесет удовольствие, например, занятия танцами или другим видом спорта. Здоровье Дзев будет хорошим только при условии профилактических мер и соблюдении правильного режима питания. Профессиональная сфера будет активной у весов, занятых в индустрии красоты и искусстве. Увеличение доходов тоже не исключается. Публичное выступление, разговор с начальством, собеседование или презентация пройдут успешно. Звезды обещают скорпионам хорошее самочувствие и высокую работоспособность. И все же соблюдайте меру, не пытайтесь за один день объять необъятное. Стрельцы несколько сбавят темпы предыдущей недели, позволив себе плыть по течению и получать удовольствие от жизненных мелочей. Риски спонтанных и ненужных расходов велики во второй половине недели. Возможны новые знакомства и встречи. И, скорее всего, эти контакты будут связаны с профессиональной сферой или хобби. Материальное положение будет зависеть от самих представителей знака. А вот здоровье может пострадать у метеозависимых. Поберечь себя и свою психику стрельцам необходимо на выходных. Посещение мест массового скопления людей им строго противопоказано. Козерогам неделя принесет некоторые перемены на работе. Ярко заявить о себе могут преподаватели и социальные работники. Привлечь внимание к своей деятельности смогут также те, кто продвигают свои идеи в социальных сетях. Романтическая сторона жизни не будет особенно занимать козерогов, которые предпочтут свиданием с поклонниками, встречи за чашкой чая с близкими друзьями. Финансовое положение многих водолеев существенно улучшится во второй половине недели. Главным образом благодаря профессиональным успехам и подаркам от близких людей. Романтическая сфера будет особенно богата на общения, встречи, свидания и флирт. Обострившаяся интуиция поможет рыбам успешно решить давние проблемы и помочь близким сделать правильный выбор. Профессиональная сфера будет несколько нестабильной из-за козни некоторых коллег или сотрудников. Выяснить отношения лучше по горячим следам, так как не исключены обычные недоразумения или неверные столкованные слова. Финансовая сфера обещает быть достаточно стабильной, а шоппинг в конце недели может не только доставить удовольствие, но и пополнить гардероб красивыми и эффектными вещами. Вот такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!